Продолжение следует... 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 от жалости кто как переводит от жалости любого встречного а вы не специально убрали эту фразу? ну они не забыли вы знаете у меня такое ощущение, что она специально она у нас как-то отмерла потому что вы знаете я вот когда работаю я иногда поражаюсь тому, что люди пьесу что ли читали честное слово в данном случае я знаю, скажешь, получилось или не получилось то, что я видел это всегда спектакль должен называться бланш или должен называть спектакль бланш и Стэнли пьеса не обланш вообще и то, что она говорит не имеет никакого значения вообще здесь ни одно слово не имеет никакого значения действительно извините, я вот начал говорить ну я уже скажу, ладно а потом мы его проверим что его любимым автором был Чехов действительно Чехов и ориентир в искусстве тоже был Чехов слова у Чехова это ну как айсберг это все известно да это все айсберг а все там внутри и здесь то же самое здесь ни одного слова то, что произносят все герои а главное это то наказание Божие которое когда лишили рая людей и разделили добра добро и зло познали мужчину и женщину и началось вот это вот грех прелюбодеяния грех прелюбодеяния это наделено человеком это какая-то кара это кара и она может приводить к страшным последствиям я удивился как не видели это вот те люди это о желании это то что приводит к чему к потере к разрушению только об этом мне показалось я не знаю как ты чувствуешь чувствуется что мы про это делаем я прихожу в театр я люблю смотреть молодежь как она играет они же на разной полоске играют какого они там играют я же знаю какие это я знаю но я в театр прихожу для того чтобы видеть ребят актеров в этом исполнении вот так вот ребят играют я так скажу в театре тут я так смотрю какой бед показался потому что слушайте в детстве человек остается практическим тем же самым как не знаю как как так так как так как так спасибо сказать, что, во-первых, это вот, мне ваша пьеса понравилась больше, чем постановка с Джессикой Лэндж, ну, тромбо и желание, который там, классический, это, конечно, уже что-то слишком, наверное, а по поводу бланш, сначала у меня было какое-то ну, не неприятие, а как, сначала я привык к образу Венли, как бы, ну, как я думаю, многие в зале, но потом, спасибо тебе, что ты открыл для меня новый бланш во втором акте, спасибо. Это бланш? Антон, вы даже не представляете, как это важно, вот то, что вы сказали, потому что так сказать, вот наглость и дерзость, это, да, это правильно, то есть, ну, хоть одному человеку, вот даже в зале, как, кто же сказал, я играю, а, Олег Борисов говорил, я играю для одного человека в зале, для одного человека, если бы, все бы ушли сейчас, вы один бы остался, и вот сказали, а мне понравилось, да, и вот благодарю вас за второй акт, это, огромное спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ есть театр, ведь, ну, существует телевизор, и мало кто как-то вот иногда ходит на спектакли, некоторые как-то уходят со второго уже акта, вот, а здесь, если вот, вот, юные актеры, они всегда будущее театра, и здесь это замечательно, если такое будущее будет, потому что очень было интересно все это время, и они замечательно прочувствовали своих героев, я считаю, то есть они вообще абстрагировались, они забыли себя, вот, и абсолютно все справились со своими ролями, вот, несмотря на то, что образ главной героини, она прекрасная, вообще необыкновенная, она замечательно справилась, несмотря на то, что образ очень яркий, все остальные, они тоже не были, да, как-то затенены ею, и каждый очень хорошо раскрыл свой характер, вот, и что еще могу сказать, мне кажется, единственное, что, ну, нужно немножечко, может, поработать именно с постановкой голоса, в том плане, что, ну, это придет все, потому что очень тяжело, когда такой тоже длительный спектакль, и если голос не поставлен, можно его немного сорвать, ну, и для восприятия, а так в целом все идеально. Спасибо. А кому не понравилось, и почему? Те ушли. Ну, ты так грозно это сказал, что... Мне очень понравилась работа актеров, и работа режиссеров, наверное, почти всех, но того, как эти планы для меня, наверное, чересчур экзальтированные, то есть и для меня конкретно, ее мне показалось не то, что больше, чем всех героев, это одинаково, но это не доста... Ну, конкретно мое мнение, что-то недостаточно органично. Недостаточно что? Органично. Органично. Все ребята... Она же сумасшедшая. Ну, она, да. Нет, я все понимаю, что она сумасшедшая, но мне кажется, Сумасшедшая не всегда органично. Защита какая! У нас защита! Мне показалось, что это мое мнение. Потому что, может быть, я вновь снила свои слова в возрасте, или с обстоятельств, которые я смотрела до этого спектакль, может быть, я же это не поняла. Но для меня этого было много. Я, я, я сказала, недовольна, не отдаясь. Меня зовут Дмитрий. Я хочу сказать, я потом останусь и какие-то, может быть, в узком кругу что-то скажем, но что меня порадовало больше всего, несмотря на то, что у меня еще моя австралийская поездка аукается, и мне, теоретически, просто организм хочет речь и спать. Редкий случай, на самом деле, на театре сейчас, в принципе, так устроено, что артисты играют роли. Актеры играют каждый свою роль. А вот, чтобы актеры играли спектакль все вместе один, это большая редкость. И я не знаю, как это удалось, как вы договаривались, и как была определена между вами всеми тема, но получилось так, что вы все вместе рассказывали одну историю, и сделали это довольно внятно. У меня нет восторгов, ну, это мы лично по поводу пьесы, но, во-первых, очень хитро было все как-то сокращено и приведено вот к этому результату. И еще расскажу, мне кажется, главная удача в том, что внятно, понятно, и каждый из актеров понимает, что он делает, чем он занимается, рассказана эта история вместе с режиссером, с чем я вас поздравляю. Молодцы! Есть предложение разойтись по-хорошему. Подчиняемся! Да. Вы готовите у нас заведующие кафедры отцовского мастерства Института современного искусства. Приходите к нам, приглашайте своих друзей, потому что это очень важно. Если у вас хорошие, ну, любые впечатления, пишите о нас в социальных сетях. Ребята нуждаются, они их должны узнать, они должны трудоустроиться, да. И если, серьезно я говорю, если вам понравилось, да, они их должны узнать, понимаете? Они должны работать в театре, а не болтаться в массовках и так далее. Или искать, милостыню просить у продюсеров и у телевидения. Огромное вам спасибо! Спасибо!